Мы опоздали уже, нужно было пораньше чуточку. Это великий из великих людей, основатель нашего города. И я очень рад, что хоть поздно, но сегодня мы его открываем. Сумасшедших на квадратный метр я давненько в нашем городе не видел. Ну а если серьезно, то самым ярким критерием того, что произошло, является полное отсутствие ВИП-персон. Кто есть? Есть Курзинян, есть Проханов, есть Хирог. Я сейчас помолилась за его здоровье. Не за его здоровье, а за украине его души. Потому что мы, православные христиане, обязаны это сделать. Просто он наш, он наш. И знаете, человек по жизни много делает ошибок, но много делает и полезных. Господь ему все простил, и мы тоже, я, например, лично, тоже ему все прощаем. Негативно отношусь к идее установки памятника Грозного. В принципе, вообще, таким людям нельзя устанавливать памятник. Это человек, это человек, который получал удовольствие от казни, от убийства людей. То, что он творил, это, в принципе, уму непостижимо. Как можно такому человеку ставить памятник? И историческая личность тоже неоднозначная. Иван Грозный в истории у нас как бы считается основателем российского государства. Считаю, у стопов основателя российского государства. Почему бы нам забывать о таких правителях российских? Так что сворловчан тоже относятся положительно для моих знакомых и моих знакомых. Речь идет о том, какого рода общество мыслится в завтрашней России. Или все-таки будет развиваться демократический проект, или будет возобновляться в той или иной форме тоталитарное государство. И вот установка этого памятника говорит, что силы, которые рассчитывают на тоталитарное будущее для России, собираются воспользоваться достаточно кризисным положением общественного сознания и навязать им такой путь развития.